Коллэдрэк поделаем в том варианте, когда оппонент вам держит штаны, он сидит, Миша на коленках, на пальцах, потому что если Миша не будет сидеть на пальцах, если Миша не будет сидеть на пальцах, это какой-то давно не будет, да? Еее. Может далее? Поэтому Миша будет сидеть, да, на пальцах. Собственно, что мы делаем? Коллэдрэк все более-менее, надеюсь, знают, да? Вы там сорвали, бла-бла-бла, повернули. Это неинтересно, нам нужны техники для стоп. Поэтому рука в пол, моя задача свою коленку убрать максимально далеко, Миша продолжает коленки держать на все бабки. То есть я поднимаю таз, вытаскиваю коленки, и здесь могу Мишу провалить. Чем дольше Миша будет держать мои ноги, тем дальше он провалится. То есть я сижу здесь, что-то пробую, дернул на крабу. Тем больнее моим пальцем. Тем больнее его пальцем. Соответственно, ваша задача за счет своего веса максимально вытянуть его руку, в данном случае правую. Сейчас медленно, просто вверх. Я поднимаю таз, убираю коленки. Миша проваливается, я его накрываю. Дальше как пойдет, отворагиваетесь. И последний раз, потому что время ограничено, все хотят пить пиво. Здесь, убрали, накрыли, как пойдет. Погнали! Раз, два! Георгий Бедович. Это я. Да. Ты не придумала вопрос, но уже подошла, да? Да, конечно. Неуважение. Нет, вопрос простой очень. Реально людей можно за одну минуту техники научить? Конечно. Смотри, какой. А, мы про БЖЖ. Тогда нет. Обучить людей техники можно только на персональной тренировке. Вот тут будет ссылка. Мы все поняли. Все остальное не работает. Все остальное не работает.